Нож-фронталка. Мечта босиков 90-х. Но сейчас, как известно, тоже времена не из простых. И, судя по запросам покупателей, интерес к таким ножам возвращается. Для меня такие ножи всегда были как минимум странными. Да и до сих пор я не могу понять, в чем их прелесть. Но сегодня будет не обзор, а скорее ремонт. Поэтому сразу извиняюсь за качество освещения и в целом качество видеоряда. Такой формат ролика появился спонтанно и достаточно не был подготовлен. Да, бывает и такое. Приезжает нож. Нож не из дешевых, в красивой подарочной упаковке, а механика не срабатывает. Я, конечно, прежде никогда не ремонтировал такие ножи. Но, видимо, такие уж времена. Пора учиться ремонтировать фронталки. Надеюсь, бабочки мне ремонтировать не придется. Нож разбирается просто. Шесть болтиков, торксов, все болтики на фиксаторе резьбы. Раскручиваем потихоньку. Внутри все-таки пружина и часть деталей могут легко вылететь. Внутри мы видим пружину, клинок, специальную пластину и огромное количество смазки. Принцип работы мне стал понятен сразу. Все очень просто. В корпусе ножа имеются две подпружиненные детали. Фиксаторы положений клинка. А специальная пластина своим движением снимает и ставит их в нужное положение. Как оказалось, все дело в пружине. Вернее, в двух Г-образных зацепах. Один поменьше фиксируется за пластину. Второй, который больше, цепляется за пас клинке и пас пластины одновременно. Пружина достаточно тугая и натянуть ее непросто. Добавим к этому, что все детали ножа не имеют дополнительной фиксации в корпусе. Показывать сборку я не буду, так как не приветствую нецензурную лексику, которой в процессе сборки было достаточно. В итоге, для правильной сборки ножа пришлось проявить смекалку, сделав небольшую удавочку из кевларовой нити. Думаю, может подойти любая прочная нить. Просто это оказалось под рукой, и она достаточно тонкая и не мешает смыканию половинок корпуса ножа. Я одел эту небольшую удавочку на большой Г-образный зацеп. Собрал нож без натяжения пружины. Наживил пару болтов спереди и вытягивая нить, я закручивал болты и добавлял их количество. И в один прекрасный момент все стало на свои места. Притянув болты, я получил полностью исправный нож. Нужно было только отрезать торчащую кевларовую нить. Пружина тугая. Как я понимаю, именно необходимость большого усилия на кнопку ползунок и является единственным предохранителем в этой системе. В целом нож вызывает смешанные чувства, как и компания Бокер. И тут важно все не перепутать. У Бокера есть три бренда. Бокер Мануфактур, тот что в Германии. Бокер Плюс, который производится в Китае или Тайване, но из достаточно достойных материалов. И Магнум Бай Бокер, тоже производящийся там же. И тут нельзя все смешивать, но есть одна тенденция. В каждом из этих брендов есть супер удачные модели ножей. А есть такие, что смотришь на них и думаешь, ты вообще зачем? С ценовой политикой та же беда. В общем, неоднозначный нож от неоднозначного бренда. Если отбросить все философские противоречия этого ножа, мне в нем понравился клинок. Вернее, качество спусков из Тай 440С. А не понравился высокий вес и грубая обработка ступенчатой кнопки ползунка. Эти ступеньки врезаются в палец и быстро набивают руку. Очень неудобно. Из опыта могу сказать, что у каждого ножа есть свои почитатели. И этот нож тоже востребован, несмотря на все свои минусы. Всем владельцам таких моделей ножей могу смело рекомендовать следить за плотностью затяжки винтов на корпусе. Особенно задних. Так как реальный зацеп пружины менее 3 мм. Если вы любите такие ножи, обязательно пишите комментарии почему. Кстати, хочу выразить благодарность всем пользователям за обратную связь. Оставившим важные и нужные комментарии под прошлым видео. Если вам интересна тема ножей, подписывайтесь на канал. Чем больше будет нас, тем интереснее и эксклюзивнее будет материал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok